здравствуй дорогой зритель снова с вами я михаил канал картавый блогер мои руки тут немножечко на заднем плане ждут обзора xiaomi mi 8 lite xiaomi mi a2 lite и hongton ht70 а мы в это время сделаем обзор сравнения на две достаточно интересные модели redmi note 5 и redmi note 6 pro в принципе ну давайте начнем издалека да обе модели имеют красные коробки обе глобальная версия и чем они у нас хвастаются снизу обе версия 332 3 гига оперативки 32 гига встроенной памяти ноут 5 хвастается тем то что имеет 636 snapdragon 4000 миллиампер часов аккумулятор 599 полная картинка дисплея 18 на 9 соотношение сторон 18 9 и двойная бдф камера 1.4 чего-то там large пикселей 13 мегапикселей фронтальная сэлфи вспышка у нас есть мы молодцы redmi note 6 pro в свое время хвастается также 4000 миллиампер часов аккумулятор 626 уже полноэкранный дисплей также соотношение сторон нет не также 19 на 9 против 18 на 9 причем здесь аспект третьего и здесь аспект третьего а значит двойная камера 12 плюс 5 мегапикселей 1.4 large пикселей ну в общем короче тролливали и помимо прочего для сэлфи у них 20 мегапикселей плюс 2 мегапикселей то есть спаренная для сэлфи в том числе ну вот этим вот они хвастается на коробке давайте посмотрим и вживую что это такое с чем его едят а по комплектации они абсолютно одинаковая зарядка кабель хотел я сказать одинаковые да и сказал одинаковые не ошибся зарядка кабель и силиконовый бампер ну соответственно скрепка закройте закройте назад соответственно скрепочка почему это нужно потому что камера у нас ведь торчит поэтому если они будут делать их без силиконового бампера то вы его пока возьмете пока бамперочек себе найдете камеру скорее всего вы уже за это время ушатаете скажите сяоми равно не зря их называют бомж телефонами камеру я ушатал 5 10 а так хлоп 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 все хорошо здесь точно так но я вынул просто уже все это дело заряжал также здесь евро вилочка кабелечек также силиконовый бампер дайте в продолжение бамперочек но с единственной разницы значит один золотом цвете 2 в черном цвете также спереди они здесь я пленку просто уже снимал здесь еще не снимал также они хвастаются 22 мегапикселя для селфи ну и так далее и тому подобное ну что давайте посмотрим их поближе создать пленочку снимем чтобы она нам не мешалась не смущала а вот где что за что же тебя подсыпить вот на самом деле могли бы она на пленочке на это ничего не писать не рисовать оставить ее на первое время пока у вас не придет стекло на данную модель давайте вытру сейчас еще экранчик немножко марки знаете и на вас не кум вытирается на самом деле ну да ладно вытер как смог значит посмотрим сзади сзади выглядит абсолютно одинаково также сканер отпечатка в одном и том же месте также 1 камера 2 камеры и вспышечка посередине вспышечка что там что двойная здесь значит заявлено сразу нарисовано что у нас лоток либо симка флешка либо симка симка тут у нас ничего не заявлено но судя по всему та же самая печаль пусть посмотрю сейчас не буду заморачиваться а сбоку абсолютно одинаково у нас находится качелька громкости кнопка включения с обратной стороны в одном и том же месте практически здесь чуть повыше здесь чуть пониже собственно говоря сам этот лоток прячется выключаемся а снизу снизу мы уже нифига мы снизу не отличаемся практически также микро юсб только здесь микро юсб смотрит вверх здесь микро юсб смотрит вниз и второе отличие то что у золотого а золотой у нас редми ноут 5 3 с половиной миллиметра разъем для наушников находится снизу а у редми ноут 6 про тот же самый разъем для наушников находится сверху значит и здесь и здесь сохранилась сегодня инфракрасный порт да то есть вы можете пользоваться как пультом от телевизора кондиционер и прочих вещей здесь более симметрично все это выглядит чем здесь но по функционалу видимо все то же самое а вот если уже включить видите слева а я чего ребят ну-ка мы его включаем оба работают с фэйс айди то есть вот мы включили ну или на моё лицо плюс-минус одновременно они срабатывают небольшая задержка есть но не критично фэйс айди работает единственно для того чтобы он работал на ноут 6 про по моему надо поставить регион инди вот если мы будем смотреть спереди то здесь уже есть заметное отличие заметное отличие заключается в том то что в редми ноут 5 классический дисплей условно классический да то есть вот есть экран а есть телефон здесь же у нас добавилась бровь фига она нужна непонятно почему непонятно потому что большому счету когда ты на него смотришь вот таким вот образом создается в камеру сделала вот смотришь создается впечатление что здесь экран чуть больше ну она так и заявлено потому что эти вот здесь чуть-чуть повыше но по факту здесь умещают столько вот время и значки качество вай фая и интернет потому что если мы берем и открываем скажем youtube если мы берем открываем youtube то мы видим то что в принципе то происходит вот в экране да все то же самое берем видео скажем нажимаем паузу и там и там смотрим хочу изменилось все то же самое раскрываем экран в первом и во втором случае поворачиваем телефоны к вам и видим что собственно то говоря размер то действующие один и тот же как вот вот вам картинка пожалуйста абсолютно одинаково размер картинка ну то есть вот отсюда вопрос какой смысл от этой брови не знаю вот честно ребят не знаю какой смысл от этой брови но здесь вот она есть алисию нету давайте местами поменяем вот собственно говоря и все к этому надо привыкнуть нет не привыкнуть это надо просто иметь ввиду не более того так с фотографиями что у нас фотографии давайте в настройки зайдем и что интересно на редми ноут 5 можно выставить формат кадра 16 на 9 и 18 на 9 а в редми ноут 6 про можно выставить только либо 4 к трем либо 16 на 9 но мы поставим одинаковые здесь и здесь качество фото высокая и и и и давайте посмотрим в чем у нас еще разница есть в том то что у редми ноут 6 про изначально есть такая штука как зеркальный режим включен либо отключен вот в принципе фокус и снимок в остальном они одинаковые и по качеству основной камеры они в принципе не отличаются то есть вот есть вот их вот хотя так ну что давайте возьмем наши арт-объекты это будет пятак четвертак граната без запала она рельефная думаю будет удобно и удароваться угонек возьмем и сфотографируем на 1 2 нет 1 2 3 арт-объект мы сфотографируем на телефоны абсолютно одинаково это дело держа потом сравним что из этого получится причем не будем ничего наводить просто подержим без фокусировки без ничего пускай он сам наводится принимает решение hdr выключен теперь давайте сравнивать денежку берем с этим помните вот какие маленькие денежки были а как много на них можно было взять запал вкрутим обратно и уберем ее повыше чтобы ребенок не достав так а слона можно здесь оставить даже если ребенок слона доставят ничего страшного как-то одинаково ребят вот вы видите какую-нибудь разницу здесь как-то больше цвета захватило но в целом основная камера плюс-минус одинаковая в себяшке да не вопрос там разница будет в основной камере плюс-минус одной тоже себяшку не знаю сейчас если я красив то щелкну а если не красив то не щелкну ребят не обессудьте я был красив но сзади меня был бардак на заднем фоне чтобы меня супруга не ругала за бардак который я всем показал я решил себя не фотографировать так дать посмотрим разницу в синтетических тестах и сравним их по попугая сейчас найду итак открываем стандартный антуту антуту и видим что редми ноут 5 набрал 116 285 попугаев 116 285 а редми ноут 6 про 116 тысяч шестьсот двадцать три попугая ну ребят очень 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 рядышком в чем он там ну вот здесь вот видно то что каждый в своих вещах посильнее за исключением вот это вот что это такое обработка данных изображений что такое УКС подскажите мне пожалуйста чтобы я в следующий раз мог говорить о том что это такое в нем они плюс-минус совсем рядышком в мем память существенно отличаются ну ребят да там минутку 6100 против 8060 но это заметно здесь разница 20 844 против 21 278 это ГПУ что это такое расскажите и в КПУ опять же разница заметно в остальном ну плюс-минус минус плюс одно и то же давайте посмотрим другие тесты так так на ноут пятом я к сожалению ребят по какой-то причине не сделал тест на батарейку но учитывая то что у них 4000 аккумулятор я думаю то что будет плюс-минус одинаковый результат это 6 часов 51 минут work 2.0 performance опять же большая разница 7400 у шестерки против 5878 у пятерки work performance простой 8968 у шестерки против 6541 у пятерки storage ну ребят тут шестерка просто порвало пятерку 8200 против 3594 и остался у нас компью vision 4962 против 3041 здесь шестерка просто рвет с чем такая большая разница против антутушки связано не знаю при всем при том то что snapdragon 636 стоит и там и там память встроенная и оперативная абсолютно одинаковая дисплей чуть ли отличается 626 против 599 но это собственно говоря на брови то и ушло популярность разница также 18 гигагерц octocore creot 260 все абсолютно одинаково операционная система одинаковая но разница ребят разница просто существенно также как и здесь фронталочка 13 мегапикселей а здесь фронталочка уже 20 мегапикселей опять же шестерка нещадно рвет пятерку бедно ни за что ни про что очистим оба телефона и запустим на них достаточно интересный тест не знаю правда насколько ему можно верить по идее верить можно что такое где то вот кпу тротник то есть там есть провисание или нет запущены тесты будут абсолютно одинаково и там и там на 15 минут и можно будет посмотреть насколько будет отличие частота процессора мы видим одинаково все одинаково очень посмотрим чем закончится кто победит в этой нелегкой схватки хотя вы знаете в принципе кто победит там вот там вот видим как-то уже заметно отличается работа ядер но в итоге пускай он бегает до конца и собственно говоря наверно вам ускорю вот это вот все дело в увидели как она в реальности выглядит просто будет когда ребят первая минута прошла оба телефона показывают абсолютно ровную максимальную стабильную работу ядер да то есть 4 ядра пашет 1 на 61 гигагерц и 4 ядра пашет 1.8 гигагерца максимально да то есть и там и там прям пашет от души о причем как бы сказать если посмотреть на пятерку он как тут верхняя граница все таки бегает да но при этом вот что-то подпадка подколбашивает скажем так да если мы возьмем шестерку то он хоть как на 80 упал и такая более ровная полоса идет но при этом тут где тут у него был прогальчик такой немножко красненький но опять же не не сильно упал перфоманс сто девять тысяч против 80 889 примерно 90 пляшет ну в общем посмотрим посмотрим чем закончится да будет свет сказал монтер вот такой вот результат в принципе что мы видим одинаково примерно на 1 2 3 4 1 2 3 4 после 4 квадрата а значит ноут 6 про начал иметь провалы и большие подъемы и после 1 2 3 4 5 5 квадрата там начиная с 6 он на одном уровне там 60 процентов держался ноут 5 в свою очередь начиная с середины 4 квадрата провалился поднялся упал и начиная с 5 опять же ровненько шел но там на уровне 80 о чем это говорит если будете играть в какую-то там тяжелую игру которая занимает достаточно большое количество ресурсов ресурсов телефона да то собственно говоря где-то примерно на сколько у нас там интервал две минуты ну примерно там начиная с десятой минуты ну вот так вот проседание вы увидите вот приблизительно такой результат теста ну вот немногим они отличаются пусть вас там красный цвет не сильно пугает не игровой это скажем так смартфон хотите игровой да ну там не вопрос идите там берите покафон а black shark там что-то другое то есть ну там много разных вариантов которые будут не так заметно падать и гораздо лучше вытягивать ну то есть там пускай у вас будет но более свежий snapdragon 4 гига оперативки ну и так далее и тому подобное давайте подумаем что еще вам рассказать и когда казалось бы то что редми ноут 6 про проиграл вы знаете что тут меня вот это вот бровь немножко раздражает для того чтобы ее убрать нужно сделать примерно следующее зайти в настройки безграничный экран и скрыть вырез чпок все брови нет не мешает нам больше бровь зато можно сравнить результаты в тесте в разных тестах например там slingshot extreme хоп и самое интересное да то что средняя оценка за первый квартал 19 года на обе модели один в один 2502 по спецификации а абсолютно все одинаковое snapdragon 636 до 1.8 гигагерц оптокора криво 260 ну и так далее и тому подобное разница только вот размер экрана 626 и 599 также существенно ну не существенно для начала разрешение экрана 2280 на 1080 против 2160 на 1080 и камера 1213 1220 ноут 6 в этом отношении выигрывает по размерам он буквально на одну десятую миллиметра толще на одну десятую миллиметра шире но зато вот здесь вот он меньше 157.9 против 158.6 по весу все то же самое во всем остальном все то же самое ну то есть вот если мы возьмем например сами результаты да там вулкан 223 тысячи против 222 ну там 1 200 да какой тут 455 тут 0.70 ну то есть там очень 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 рядышком все эти дела iStorm Extreme и там и там максимум слинкшот экстрим рядышком слинкшот просто тоже рядышком все рядышком вот вулкан достаточно большую разницу имеет давайте знаете как сделаем вот так вот оп и сравним а что сравнивать 291 место ноут 6 289 ноут 5 при том то что абсолютно одинаковая цифра стоит и там и там в результате в результате в результате теста слинкшот экстрим слинкшот экстрим unlimited 192 у ноут 5 190 у ноут 6 про при этом там ну вот в цифрах разница совсем невелика простой слинкшот ноздря в ноздрю идут 232 против 233 unlimited ноздря в ноздрю 214 против 216 ну то есть вот очень они рядышком при этом ребят давайте по-честному да редми ноут 5 более старая модель раз у нее есть варианты китайская индийская глобальная версия ну там есть свои приколы скажем так у ноут 6 про только глобальная версия но других вариантов нету никаких по камерам ноут 6 однозначно рвет редми 5 особенно камера для себя шик да она испаренная 20 мегапикселей по аккумулятору все то же самое бровь можно убрать будут выглядеть одинаково ну что у нас еще но единственно здесь для того чтобы работал фейс айди на ноут пятом достаточно просто зайти и установить а на ноут шестом надо сначала поставить регион либо индия либо забыл какой то еще там регион прокатывает что еще можно рассказать да в принципе то рассказывать то особо и нечего по непонятной причине зарядное устройство идущее в комплекте не поддерживает быструю зарядку а сам телефон поддерживает ее в остальном да реально нечего говорить сканер работает корректно фейс айди работает корректно где там мое лицо хоп хоп кстати вот чудесно видно насколько экран марки да то есть горела глаз 3 насколько помню заявлялась достаточно нехило оставляет следы давайте значит я уберу ноут пятый вниз стеклом чтобы нам не мешался еще лучше из кадра уберу вообще как таковой и немножко расскажу про возможности сканер отпечатка давайте вот для понимания срабатывает быстро корректно фейс айди сейчас я так лицо сюда поближе свое поднесу срабатывает быстро корректно но на для того чтобы срабатывал фейс айди надо поставить регион индия даже с тем то что я поставил регион индия он мне засовывает такие вещи как то там в крикет будут играть следующие страны введите сюда номер для проверки где ваш там коуч вашего вагона тащит поезд где короче едет ну и так далее и тому подобное если везти сюда соответственно регион россии то он будет там показывать какие другие полезные вещи qr-код можно так быстренько сразу отсюда слезать списать посмотреть удобно надо аккуратненько класть чтобы они не падали телефона что очень удобно сохранился пульт сохранился датчик можно поставить телевизоры приставки вентиляторы румные приставки dvd плееры камеры проекторы кондиционер все что угодно закачать сюда и все эти лентяйки у вас будут либо в одной папочке либо отдельно на столе то есть в этом отношении очень удобно второй момент заходим в настройки идем вниз клонирование приложений супер настройки настройки в телефоне две симки две симки берем клонируем ватсап телеграм юла авито все что угодно все что требует симку вот с таким значочком это клон без значочка это оригинал соответственно вы можете одновременно пользоваться двумя телеграммами двумя ватсапами и будет у вас счастье можно еще сделать следующую финтифлю где-то у нас прячешься второй нет не туда нажал второе пространство заходим во второе пространство и прячем все что у вас есть да что же это такое телефон у меня что-то съезжает и съезжает с коробочки что-то небольшой наклон едет падает вот во втором пространстве вы можете взять там и еще какие-то задублированное заклонированное приложение поставить которое там требует телефон не знаю уж каким макаром вы это сделаете но судя по всему сможете запихать итак плюсы какие шустрый быстрый нормальный хороший игровым да потянет да будет немножко проседать на средних настройках будет идти ну в общем все стандартно как и для всех остальных телефонов данного ценового сегмента потому что редми да это бюджетная линейка там далее сейчас пошли линейки и там и так далее и тому подобное они уже серьезные это редми это достаточно бюджетная линейка поэтому мамкины инвесторы как их называют некоторые закупились их там в свое время в одном месте ничего греха таить на пандау взяли за две копейки можете туда больше не заходить цен там таких нету плюс они там еще налоги некоторые попадали там на седые волосы и так далее и тому подобное в общем короче картина какая на юл авито авито либо юла вы можете найти собственно говоря этот телефон где-то приблизительно в районе там 12 тысяч рублей плюс минус с другой стороны за эти же 12 там тысяч рублей вы можете посмотреть и найти mi a2 light а то может быть даже и mi a2 на голом андроиде хотя вот эти вот плюшки miui мне достаточно сильно нравятся они очень приятные брови здесь можно убрать проблем никаких нету а если зайти в информацию о телефоне то мы увидим что у нас стоит десятый уже miui и собственно говоря в этом отношении все хорошо китайских индийских и прочих вариантов не бывает поэтому ноут 6 про можно смело брать это будет глобалка вполне рекомендую также есть группа во вконтакте она в описании к видео есть загляните какие-то телефоны там продаются я тоже нет нет но мамкин инвестор цены бывают очень даже хорошие если надо заходить заказывайте отправлю буду рад вашим отзывам засим я михаил каналы картавый блогер и 5 рублей советского союза с вами прощаются рубли лежат ничего не делают вот тут помните маленькая такая бумажечка была чуть-чуть шире телефона даже не знаю у меня есть лопатника рядышком с пятачочком давайте там сто рублей сравним даже хотя бы нынешние оп посмотрите какие денежки были помните а сколько на них можно было взять хотя на самом деле немного ни хрена не было времена были такие пишите чего не хватает в обзорах может быть вай фай анализатор вам сделать насколько хорошо качественно он берет может там в игрушки какие-то поиграть ну в следующий раз постараюсь все это дело воплотить и сделать менее скомканный обзор ну а пока до скорых встреч увидимся в следующем в следующем посмотрите